здравствуйте дорогие друзья еще один маленький такой как рубрикой назвать подкастом напишите мне в комментариях в общем как как это лучше обозвать в общем маленькая такая рубрика у меня на канале мы будем читать с вами исследования спад меда вот и соответственно разговаривать на различные темы и изучать соответственно эффективность тех или иных препаратов как они прошли не прошли исследования может быть соответственно изучать лечение каких-то заболеваний да как это делается в мировой медицине и так далее то есть сейчас я думаю что выше я уже голосом озвучить тему данного конкретного видеоролика что я попрошу сделать от вас это конечно же написать комментарий и поставить ваши лечебные лайки это очень необходимо для развития канала это очень необходимо если вам понравится эта тема а это на минуточку способ получить информацию изучения под меда на данный момент последнюю информацию начиная психиатрических психологических различных исследований заканчивая эндокринологии то есть это вообще повод быть так скажем в одной струе до в последних новостях медицины поэтому дорогие друзья давайте начинать вместе до исследовать основы так скажем мировой медицины подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии кому понравилось дорогие друзья все кто захочет разобрать исследование поучиться те кто захочет получить может быть какую-то дополнительную до информацию пояснения разъяснения каких-то моментов которые непонятные я вас жду на платных онлайн консультациях жду в комментариях предложения новых каких-то тем соответственно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и да пребудет с вами здоровья ассоциации между инфекцией ковид-19 и половыми стероидными гормонами цели коронавирусная болезнь 2019 года ковид-19 вызвана заражением коронавирусом второго тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV-2 и через несколько месяцев после первой вспышки ВОЗ объявила ее глобальной пандемией смертельный вирус ковид-19 передается воздушно-капельным путем и попадает в клетки хозяина через рецепторы ангиотензин превращающего фермента 2 айсэ 2 рецепторы айсэ 2 высоко экспрессируются во многих тканях включая яички следовательно целью этого исследования было обобщить доступную литературу касающуюся корреляции между уровнями половых гормонов и ковид-19 методы базы данных pubmed web of science embassy и библиотеки кокрейна систематически просматривались до августа 2022 года на предмет исследований сравнивающих уровни половых гормонов между различными группами пациентов ковид-19 по сравнению с отсутствием ковид-19 более тяжелая форма ковид-19 по сравнению с менее тяжелой а также не выжившие по сравнению с выжившими были включены различные виды клинических исследований в которых сообщалось об уровнях половых гормонов включая свободный тестостерон ft лютеинизирующий гормон элаке фолликулостимулирующий гормон фс и 17 в эстрадиол и соотношение эстрадиола к тестостерону и 2 т пролактин п р л и глобулин связывающий половые гормоны sbg результаты 22 статьи в которых участвовали 3369 пациентов в конечном итоге были включены в метаанализ согласно анализу включенных исследований у пациентов с ковид-19 были значительно низкие уровни латинизирующего гормона фолликулостимулирующего гормон тестостерона также предлагаем ознакомиться с еще одним исследованием ганадотропин и половые стероидные гормоны у мужчин с инфекцией после ковид-19 цель понять влияние инфекции к вид-19 на ганадотропины и половые стероидные гормоны у мужчин пациенты и методы материалы и методы это когортное исследование проведенное с участием 50 мужчин которые ранее были инфицированы к вид-19 с нормальным гормональным профилем 50 иракских мужчин посетили мужскую клинику высшего института диагностики бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий диагноз был поставлен стандартными методами оценка уровня гормонов в сыворотке крови включая фсг лг пролактин и тестостерон проводилась три раза первый раз через месяц после выздоровления после ковид-19 второй раз через два месяца после выздоровления и третий раз через три месяца после выздоровления результаты результаты не было существенных изменений в среднем уровне сывороточного фсг в течение первого второго и третьего месяцев р и чаш 0 630 уровень лгф сыворотки крови был значительно снижен во время наблюдения по 0 0 0 1 уровень пролактина в сыворотке крови значительно снизился во время наблюдения по 0 0 0 1 уровень тестостерона в сыворотке крови был самым низким в первый месяц и повышался в течение второго месяца а затем в течение третьего месяца весьма значимым образом r 0 0 0 1 заключение выводы субклинический гипогонадизм можно заподозрить как следствие инфекции ковид-19 у мужчин поскольку его первое проявление характеризуется повышением уровня лг и снижением выработки тестостерона также есть данные что дефицит тестостерона является фактором риска тяжелой формы ковид-19 общие сведения мужской пол связан с повышенной тяжестью ковид-19 и летальностью хотя подтвержденные инфекции одинаково распределены между мужчинами и женщинами целью данного ретроспективного анализа было изучение влияния половых гормонов на прогрессирование заболевания и активацию иммунитета у мужчин с ковид-19 пациенты и методы мы изучили влияние половых гормонов на тяжесть заболевания и активацию иммунитета у 377 пациентов 230 мужчин 147 женщин с подтвержденной пцр инфекцией сарс ков-2 госпитализированных в университетскую больницу инсбрука в период с февраля по декабрь 2020 года результаты у мужчин при поступлении в больницу была более тяжелая форма ковид-19 с сопутствующей более высокой активации иммунной системы по сравнению с женщинами у мужчин с тяжелым течением инфекции были более низкие уровни общего тестостерона тт в сыворотке крови тогда как уровни лютеинизирующего гормона лг и эстрадиола едва были в пределах нормы дефицит тестостерона был связан с повышенным уровнем срб 1 иж 0 567 п 0 0 0 0 1 уровнями и л-6 раз и лишь 0 563 п 0 0 0 0 1 более низкими уровнями холестерина 1 спир 0 407 п 0 0 1 и повышенной заболеваемостью и смертностью у мужчин с уровнем тт 100 нг дл риск госпитальной смертности был более чем в 18 раз выше у р 18 д д 143 95 проценты 2 301 со 44 66 139 поп-шоу 0 0 6 по сравнению с мужчинами с уровнем тт 230 нг т.ч.д. лёбус более того хотя заболеваемость и смертность показали положительную корреляцию с уровнями едва при поступлении мы обнаружили отрицательную корреляцию с соотношением тт едва при поступлении в больницу заключение у госпитализированных мужчин с ковид-19 наблюдается довольно низкий уровень тестостерона связанный с более развитой активации иммунитета а тяжелые клинические проявления приводят к повышенному риску госпитализации в отделение интенсивной терапии или смерти лежащие в основе механизмы остаются неуловимыми но могут включать вызванные инфекции гипогонадизм а также опосредованное воспалением снижение уровня холестерина вызывающее подавление гонодотропина и нарушение образования андрогенов наконец у пожилых людей поздний гипогонадизм также может способствовать снижению уровня тестостерона и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok